Дейдрическое. Дейдрическое оружие на третьем уровне, друзья! Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Секрет, который просто перед носом. И что же для этого нужно, скажете вы? Нафармить немножечко денежек, прибежать в Драконий Предел и подойти к придворному магу. Привет! Что тебе на продажу? И у него нам нужно купить обязательно захват душ, призванная секира, по желанию призванный меч. Знаешь, раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов в Винтерхолде. Хм, Винтерхолд нам не нужно, но нам нужно отправиться сейчас на Солдсхейм за кинжалом, друзья. На острове нам обязательно нужно в Тельмитрин, друзья, потому что только здесь, только здесь вы можете приобрести призванный кинжал. Представьте, это единственное место. Приятно видеть. Итак, нам нужен Талвас. Книги и... Вот, смотрите, друзья. Вот он, вот он. Призванный кинжал. Вы можете купить только здесь. Ну, это так, знаете, чтобы вы знали. Поехали дальше. Ну что, друзья, теперь нам всего лишь на всего нужно изучить эту магию колдовства, захват душ, ну и призванные секира или меч, или кинжал, а позже можно еще получить даже лук. Так, теперь нам нужны эти крабики, а точнее крабики или любое другое существо. Берем, берем, берем колдовство, захват души. Кстати, у меня же тут автоматически один уровень прокачался, так что обязательно, обязательно вы должны распределить очки вот так вот. Колдовство. Сначала берем навык школы колдовства, а теперь колдовство очень быстро качается, ждем. Час. Вау, какой вид. Так, не отвлекаемся. Еще час. Колдовство 18, но нам нужно прокачать до 20. И до третьего уровня. 19. И 20. Все, друзья, все. У нас третий уровень. А, стойте, второй уровень. А, ну сейчас будет третий. Теперь смотрите, друзья, просто мистический призыв. Что он делает? Он, призванное оружие, наносит больше урона. Никто раньше как-то не мог объяснить, я не знаю, никто не обращал на это внимания, но, понимаете, если мы берем этот перк на третьем уровне, и теперь заходим в магию. Колдовство. Призванное секира. Призванное секира. Вау, мало маны. Но нам хватит. И вызовем эту самую секиру, друзья. Визуально она похожа на дайдрическую, то вы получите полноценную, полноценную дайдрическую секиру. Я серьезно, смотрите. Я как-то раньше не обращал на это внимания, но когда узнал, я такой, да ладно, серьезно. Вы представляете, на третьем уровне дайдрическое оружие. Да, вы его не можете улучшить, но вы можете улучшить, сейчас я расскажу как. Смотрите, можно определить урон оружия. Вот, урон 24. 24 это базовый, базовый урон дайдрического оружия. Вау! Вы представляете, вы представляете, друзья. И так, так совсем. Кинжал будет дайдрический, лук будет дайдрический. Вы можете это все улучшить. Улучшить вы сможете, ну, в зависимости, все стыкуется, понимаете. Если, например, у вас мечи, вы качаете одноручное оружие, оно добавляет урон. Если вы сейчас меч, то двуручное оружие, двуручное оружие также повышает этот урон. Еще вы можете улучшить качну в колдовстве. Сейчас вам покажу. Двойное колдовство, но это если вы будете дальше идти именно по колдовству. Еще очень крутой перк это похититель душ. То есть, теперь вам не нужно искать оружие, которое похищает душ. Вы сразу, сразу, необходимы 30. 30 на фармить в колдовстве, это вообще все. И вы сможете похищать душ, а дальше это и зачарование, и все, 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 все. И вот, вот, друзья, вот такой вот огромный дайдрический топор на третьем. На третьем уровне. Вы только представьте, раньше я как-то не обращал на это внимания, но на самом деле это нифига себе. А если ты еще и орк, у вас есть способность в талантах яразбельсика, которая увеличивает этот урон в два раза. Ну, давайте я вам сейчас покажу. Зайдем сейчас оружие, урон 48, урон 48, на третьем уровне. Понимаете, что еще вы на это оружие можете наносить яд. Все, все, вам не нужно искать на! Вам не нужно искать какое-то мощное оружие, вы просто берете призвано и разваливаете, разваливаете, вау! И теперь вы понимаете, почему орки самая имбовая раса в игре в Скайрим. Вот так вот. Это ж... Так, подождите, это что получается? Также лук будет диэдрическим? Спокойствие, спокойствие. Понимаете, это все плавало сверху и пока это все не открыло, я такой как? Как? Я раньше этого никогда не интересовался, я качал, но как-то не видел преимущества, но на самом деле это колоссальное преимущество, друзья. Колоссальное. Так что вот так вот. Вот такое диэдрическое оружие на третьем уровне. Если не знал, ставь лайк, если догадывался, ставь лайк или просто ставь лайк, друзья. Подписывайтесь на мою группу ВК, ссылка внизу в описании. Счастья, добра вам и пока!